у нас выходишь сразу же такая красота всем доброе утро сегодня кстати было настолько странно что не нужно просыпаться сразу же в 7 бежать завтрак делать ребенка поднимать собаками гулять аж прям непривычно что можно понежиться в кроватке сказала завтрак в номер кофе круассаны потом на полчаса в горячую ванну и все 10 утра а мы уже такие довольны пошли гулять тут что-то все перекрыто мне единственное что нужны кроссовки наверное точно не правильный выбор обуви был красота this is scary look how shiny it is мы прошли приезд брали здесь экскурсия на автобусе который останавливался паразнам интересным в общем мы решили просто прогуляться сейчас дойдем до оперы посмотрим как там все сделали вот и опера смотрите еще строят но боже мой какая красота мы были внутри там такая красота мы были на небольшой экскурсии там показывали где в перерывах в антракте раньше пропускали по бокальчик ухо жампанского какие-то миленькие диванчики какие-то барная стойка столы потрясающие а какая сцена в театре а это кстати улица всех бутиков короче пока гуляем тут по округе смотрите что я заметила вывыску посмотрим она открытой или нет вот я думала сюда зайти но тут что-то не совсем интересные локации или мы пока не одеты да я в худи в шляпе слушайте интересно было посмотреть недвижимость какая здесь и мне безумно нравится такой стиль апартаментов безумно нравится высокие потолки такой немножко классический old style в то же самое время немножко модерна короче по стоимость она стоит 350 тысяч долларов 117 метров 3 комнаты если кому-то интересно это наверное полмиллиона стоит так кому интересно еще вот такая вот такая вот вилла за 1600 за миллион шестьсот франков это вообще целое здание продается это такая прям хорошая 380 метров квадратных еще с бассейном 6 комнат так я обещаю себе ничего не покупать обещаю только если кроссовки то кроссовки хочу какие-нибудь найки потому что нельзя уже так нужно уже приходить в себя заканчивать тратиться на шопинг и тем более это не экологично уже я зависалась на маникер педикюр не пойдет на массаж а сейчас мы идем вот это вот старинное место чтобы выпить кофе чая и провести время я обожаю такие места и не удержалась чтобы вам их тоже показать ой сейчас обожаю вот такую вот прям реальную старину что мы пока сидели а мне девушка предложила сделать натальную карту правильно гороскоп как сказать и мы с ней договорились она мне прислала сначала файлом а потом вот мы сейчас созвонились по видеосвязи и мы больше часа проговорили если честно то я в таком шоке я в instagram оставила ее контакты в история stories я если честно вы не поверите насколько я удивилась это как можно настолько попасть во все короче мне понравились одни кроссовки которые мы нашли найки найкер у меня модель она у меня раньше была мне нравилась сейчас новая модель вышла какая-то но не было моего размера на центральной улице будапешта поэтому по уехали куда-то за город практически потому что у них мой размер есть вот заняться нечем да так как бы вам показать это короче модель и но вот дополнительная у нее до болты я очень любила просто как по облачку ходишь короче одно место которое нам безумно нравилось называлась мы тут ни разу не были если честно ехали далеко но атмосферу первого места было потрясающе безумно понравился такое домашнее очень аутентичное смотрите для деток есть очень напоминает домашнюю короче вот из этого всего можно выбрать 5 мы выбираем сейчас 5 так значит что мы взяли мы взяли печень куриную она у нас придет называется этот гранат с гранатом потом вич а в час виде тут взяли этот салат из пиклы с йогуртом и с сыром с козьим с орешками а тоже с гранатом бать беда это будет это салат хумус 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 и я и я думаю лабонет еще майонтиш взяли главное блюдо одно вот онлургитерия beautiful супер круто смотрите какая комната для деток здесь прям очень красиво такая атмосферная очень скажите кафешка уговорила я не попробовать куриную печень потому что он не не ест вообще ни печень ни всякие желудочки сердечки а суппродукты а мне в детстве я очень любила как бабушка готовит пченочный торт прям вообще вкуснота знаете какой с промазанной сметанкой с морковкой очень вкусно вот если ему сейчас понравился куриную печень может мы потом мы до тошчка дойдем я бы с удовольствием приготовила может быть потом еще и сердечки и и и и и и и Так, кто тут обьется сегодня? Вот эта вот печень, которую я просто очень хотела попробовать. О боже мой, посмотрите какая красота этот салат. Это экзактиво чиканило. Ммм, очень вкусно. Как вкусно. Боги, как вкусно. Ребят, называется место? Пинк Брухба. Короче, это все. Это экзактиво, что я хотела из битрид салата. Курина и печень. Это твёртон. Это твёртон. Это твёртон. Это слишком вкусно. Это супер-фрайс, конечно. Как у бабушки на даче. Овощи. Что-то невероятное. Очень-очень вкусно. Это у нас на главное блюдо. Шушу или что-то такое. твёртон. Смел с кориандр. Смел с кориандр. Смел с кориандр. Это пыль с кориандр. Вот она, пингрумба, а есть еще добрумба, которая находится в центре, поэтому, ребят, кто будет в Будапеште, хочет попробовать ближневосточную кухню, отличная цена, очень хорошее качество, невероятное, очень вкусно. Вот мы в Мазалтов были вчера, он, конечно, немножко подпортился по сравнению с тем, когда мы раньше там были. Так что или в Добрумба идите, если вы в центре, до суда ехать немного, ну, далековато, да, пингрумба. Вкусно-вкусно было, мы, конечно, опять не заказывали, много чего не съели. Отправила мужа на массаж, у меня теперь трудно решаемая ситуация, дурацкая просто. Потому что мы сегодня идем на оперу, мы идем не в главный театр, который сейчас на реконструкцию уже много-много лет, мы идем в такой небольшой театр саптеповского типа. Он не такой красивый, но я все равно взяла с собой платье хотела, такое платье-свитер, но все равно. И блужку какую-то, в общем, собиралась сегодня и завтра как-то одеться поинтересней, поженственней. Но проблема в том, что мне удалось записаться на маникюр-педикюр только в 5 часов вечера. И сразу же оттуда мне нужно ехать, меня и не забирают, и мы едем в театр. Поэтому я не могу одеть колготки, потому что как там снимать колготки и обратно их надевать. Поэтому я в джинсах, в кроссовках и в свитере пойду. Вот как-то вот так вот. Потому что еще натерла ноги, кроссовки, которые сегодня купили. Мне кажется, что неплохо. Нормально. Была также идея, ну потому что кроссовки нужны из того, что ноги натерла. Штаны нужны, потому что педикюр буду делать и не успею там платье с колготками возиться. Я так ненавижу сидеть на маникюре-педикюре, если бы знали. Это такая скукота ужаснейшая. Уже к 30-ти у меня стали пропадать из гардероба высокие каблуки, короткие юбки, ногти и так далее. Что-то стало это меньше всего интересовать. Поэтому сейчас я обычно хожу как-то вот так вот. Если честно, я даже не думаю, что это связано с замужеством. Я думаю, что это именно как раз таки с возрастом связано, потому что постепенно ты понимаешь, что удобство, главное, во-первых, удобство, тепло. То есть видите, в чём я хожу, не в коротенькой шубке, которую еле попу прикрывают. Такой хорошо там на машине куда-нибудь выскочить, доехать. Но если ты гулять идёшь, то тебе нужно тепло, чтобы было, чтобы не застудить ничего. А на каблуках тоже не погуляешь. Ну, сейчас, может, Амели пойдёт в садик. Конечно же, что-то станет полегче, но лучше это время провести за изучением языков, за какие-нибудь курсы пойти. Или что-то попробовать дальше картины писать, дальше развивать своё творчество. Фитнес, как вы знаете, кстати, потом расскажу. Мне теперь 30 минут в 2 дня хватает, причём шикарно. Результаты огонь. Вот, поэтому, думаю, сейчас с садиком у нас всё, ой, наладится, дай бог. Кстати, тяжело было. Вот сейчас у нас второй день, да, мы вчера улетели. Вначале было тяжело насчёт Амелины. У меня кровь, и знаете, что она золотая. Она мне высылает каждые несколько часов видео, фото. Ну, чтобы я не переживала. И я чувствую, ну, полегче, действительно, полегче, когда ты... Потому что есть какой-то животный страх, когда ты находишься очень далеко физически от своего ребёнка. Не сможешь там, знаете, за пару часов доехать, если что случится. Вот этот вот такой страх есть. Кстати, кто спрашивал насчёт собачек? Если мы куда-то уезжаем с Амели, то тогда не мама или у нас остаётся. Или она приходит, и его сестра приходит. К ним погулять раз в день, там, посмотреть, поменять воду. Если, как сейчас, мы уехали, и Амели остается у свекрови, то на четыре дня, за эти четыре дня, два раза приходит помощница по дому. Она параллельно убирает. И там им тоже проверяют еду. Ну, чтобы им не скучно было тоже. Ну, видят они какую-то компанию. Приходят два или три раза. Моя соседка с ребёнком тоже играются с ними, чтобы им не скучно было. И так же приходит сестра Ани. Короче, им не скучно. Они не скучают, хотя тоже за них немножко переживаю. Мне, кстати, вчера... Мы сегодня вот сюда вот идём, в Токио на ужин. Это японская кухня. Мне вчера прислала подписчица. Спасибо большое. Замечательная девушка. Очень приятная. Она мне прислала. Она живёт здесь. И она мне прислала список четыре ресторанчика. Самых лучших здесь или самых интересных. В общем, в один из них мы попали вчера. Это был рыбный ресторан. Единственное, конечно, что Айне у меня такой. Он просит очень часто у официантов решить за него. Вы выбирайте сами, что самое вкусное. Он вчера выбрал тарелку, гриль, овощи. О, господи. Морепродукты. Так будто принесли просто всего, что только можно туда напихали. Мы, конечно же, не съели ничего. Посмотрите, какие цвета нереальные. Как красиво. Завтра туда пойдём. К этим дворцам. Вот такой вот тихий райончик в центре. И мы с вами идём... Надеюсь, я обратная туда. Правильно. Вот сюда. Вот после этих мигающих онков-онков. Там как раз кафе-бережит дом. Ага, итальянская. Нет, меня отправили дальше. Итак, вот он театр. Как вы видите, ничего из ряда фэнси, ничего из ряда суперинтересного. То есть все вон спокойно одеты в кроссовочки, ботиночки и свитера. Поэтому ваше нато тоже не выпендривается. Нужны только маски. Кстати, нигде нас не просили предъявлять внутри тёркоды. Сейчас пойдём. Видите, здесь, кстати, очень много таких бабушек. То есть такая, знаете? Вот здесь. То есть такой театр, конечно же, не как ласкалы или которые здесь будут. Мы всегда берем места, которые впереди, чтобы можно было не усилять, наблюдать за оркестром. У меня зрение не очень хорошее, поэтому лучше поближе. Мне так нравится, когда готовятся, настраивают инструменты. Я бы, если честно, очень хотела работать именно в такой сфере. Или актрисы в театре, или музыканты. Поехали! 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 В общем, мы нашли закуток только здесь, потому что там все занято, все столики. Большинство в кроссовочках, но у меня припасена пара очень красивых платьев, когда будет готова большая опера. Я вам найду сейчас в интернете немножко фото, потому что была запрещена и фото, и видеосъемка, и покажу, какие были декорации. Декорации очень красивые, и вообще все очень красивое. Шикарный. Единственное, конечно, даже сам зал, немножко такой самдеповский, но на это необычное уж внимание. Смотрю и сфокусировано. Короче, здесь на удивление очень много людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...